здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска дорогие друзья гости и подписчики моего канала приглашаю вас сегодня прогуляться по моему петуниевым ураю я долго думала как назвать это видео но все-таки петуниевый рай звучит немножко пафосно но на самом деле это название отображает всю суть действительно в моем саду огромное количество петуни и это обусловлено тем что мой двор находится на полном солнце практически с утра до вечера плюс ко всему я счастливый обладатель огромного двора из брусчатки и выращивание петунии и других цветов контейнерах это единственный вариант для меня сегодня 18 августа 6 часов утра и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я люблю, чтобы я подходила поближе Не подкармливаю, они растут сами по себе Конечно, сеется та питунья, которая вблизи в прошлом году здесь произрастала В прошлом году был у меня водопад из Тайдала Черри Поэтому преимущественно, конечно, насеялась именно эта питунья Хотя вижу расщепление цвета, но в общем-то и целом очень даже меня радует Дальше цветочный микс из ботатов, колиуса, бегуни и бальзамина Видео о миксах на канале есть, можно перейти по ссылочке и посмотреть Ну и конечно же море петуний Море петуний разных расцветок, разных сортов и серий И следующая моя зона, квадратный цветник и парапет перед ним Здесь меня очень сильно радует в этом году Тайдалы Тайдал Сильвер Посмотрите, какие огромные шапки цветов он нарастил Очень обильное цветение И мне нравится, что все три шины в одном цвете Между ними два цветочных микса в озонах на 80 литров Как я сказала, об этом есть уже отдельное видео Можно зайти посмотреть Но вот на сегодняшний день они выглядят вот так Продолжает цвести Сан-Виталия, гибридная бегония, цинерария, ну и другие растения Моя красавица опера белая Это одно из немногих растений, которые не заболела фитофторой И сейчас так вот потрясающе выглядит Просто огромный-огромный шар Если вы помните, вот в этом месте у меня стоял микс из двух петуний Опера белая и вейв кармина велюр Ну вот опера белая меня в этом году очень сильно подвела Очень многие кусты заболели фитофторой Несколько я уже прям выкинула кустов Ну и соответственно, вот этот микс был кардинально подстрижен Опера белая была убрана, подсажены другие растения Вот поэтому на это место приехал другой микс Ну он, конечно, более скромный по цветовой гамме Но очень и очень даже симпатичный Моя красная розочка в этом году цветет, конечно, не так обильно, как в прошлом году В этом году у нее была сильно низкая обрезка Но, видимо, это как-то повлияло негативно на обилие цветения Хотя она никогда не стоит без цветов Вот такой вот красивый кровавый цвет у этой замечательной розочки В квадратном цветничке все по-прежнему Набирают сейчас силу очитки И хотела показать вам вот эту вот изумрудную зеленую маленькую хосту Она оказалась просто на 100% стойкая к палящему солнцу То есть здесь у меня солнце где-то до 4 часов дня Вот эти хосты совершенно не выдержали Я уже их и обрезала, но выглядят они все равно непрезентабельно А вот эта хосточка выдержала все Ни одного листочка я не удалила И еще мне очень понравилась по стойкости Вот та большая на заднем плане хоста Тоже не удаляла ни одного листочка Тоже полное солнце Выдержала великолепно Дальше дерево из калибрахуа Здесь у меня семена желтая и красная вегетативная Петуния белая фанфара продолжает цвести Но она себя не показала в полную меру Потому что у нее объем всего 5 литров Вот так вот красиво сейчас выглядят вазончики белые на ножке С петунией Петхуа карамель еллоу и плектрантуса Петунька уже начинает немножко разваливаться Эта петуния кустовая Я уже ее один раз стригла летом И вот сейчас уже видно, что кустик опять начал разваливаться Цвет, конечно, потрясающий Но габитус оставляет желать лучшего Все-таки у Петхуа ванилы габитус намного-намного лучше То есть шапочку она держит более аккуратную Ну вот так вот выглядит мой девичий виноград Постоянно регулярно его формирую, стригу Это, кстати, не такое уж простое дело Нарастает он очень быстро Поэтому приходится, конечно, за ним следить Я бы не сказала, что это малоуходная лиана Особенно, когда хочется держать ее, как говорится, в узде Ну и параллельно такой же белый вазончик С петунией Петхуа карамель еллоу и варигатным плектрантусом Мне еще на стадии рассады очень понравилось это сочетание Медленно поворачиваюсь к своей беседочке В этом году она у меня выполнена в таких нежных тонах Бело-желто-зеленых Не совсем, конечно, я довольна в этом году цветением беседки Потому что здесь была ставка сделана на петунию оперу вайт Которая в этом году, как я уже сказала, массово заболела фитофторой Только некоторые кусты чувствуют себя пока неплохо Вот в частности, вот этот куст в этом ящике Он пока полностью здоров И здесь этот ящичек полностью воплощает мою задумку То есть то, что я хотела видеть, я получила Сверху петуния та же самая опера вайт Такой аккуратный шарик Тоже пока что кустик здоровый С ним все в порядке Ну, от чего не скажешь о вот этом ящичке Здесь уже эта петуния удалена Ну, Плектрантус здесь пытается заполнить пустоту И у него это неплохо получается Вот этот куст тоже здоровый Все здесь в порядке А вот этот Вчера просто руки не дошли Уже пора убирать Посмотрите, что происходит в этом году с опера белой Ну, честно говоря, впервые сталкиваюсь с такой проблемой у этого сорта Всегда беспроигрышно цвел до октября В этом году вот такая вот проблема Думаю, что были заражены семена Потому что другие петунии чувствуют себя совершенно по-другому То есть вот этой проблемы на других петуниях совершенно не вижу Здесь также Тайдал Сильвер Опера Лимон, которая тоже мне в этом году совершенно не понравилась Ну, в общем, обо всем буду рассказывать вам в видео о сортах петунии Здесь также Тайдал Сильвер Немного покажу вам свои бегонии Хотя скоро тоже выйдет видео о бегониях Которые будем мы делать вместе со Светланой Лодисат Ну, и хочу вам показать свои вегетативные пеларгонии Посмотрите, какая красота Она радовала меня еще на стадии рассады Просто настоящие маленькие-маленькие розочки Вот эта шапочка самая свежая Из распустившейся, посмотрите, прям настоящие розы Но больше всего меня поразила вот эта пеларгония Посмотрите, какой нежный цвет Апрельский снег Есть у меня еще и красная розыбудная пеларгония Но вот она мне немножко не нравится тем, что она быстро теряет вид Именно вот в центре шапочки Начинают чернеть вот здесь вот цветочки Их приходится вот так вот выбирать Это не всегда просто и не всегда есть на это время Ну, в общем, доставляет она мне некоторые неудобства Но полностью отказываться от нее, конечно же, не буду Ну, и немножко покажу вам свою бегонию Элотиор Посмотрите, какая красавица красная, махровая Скоро будет видео о бегониях И там я расскажу, как у меня удалось вырастить такой пышный кустик Ну, и немножко покажу вам зону балкона Здесь тоже не все удалось Из-за того, что петуния очень светолюбива А это единственное место, где у меня тень с половины 11 утра И до самого глубокого вечера То есть это место для бегонии, для бальзаминов, для колиусов, ботата И, в общем-то, именно на эти растения я в следующем году и сделаю ставку Ну, вот это видно по петунии, как вот она скудненько здесь цветет Совершенно это не ее место А вот эта бегония здесь очень даже хорошо В это палящее лето не сгорел на ней ни один листочек Вот так вот общим планом покажу арочку Ничего подробно рассказывать здесь не буду Все будет в видео о бегониях Ну, и главная достопримечательность этой зоны И это ботатовое дерево Очень понравилась эта композиция не только мне, но и моим близким Поэтому в обязательном порядке на следующий год буду ее повторять Здесь четыре вида ботата декоративно-лиственного А внизу ботат и колиусы В ящиках на балконе были высажены сначала только одни петунии Но я увидела, что им не хватает света Подстригла их и в середине лета были подсажены тоже ботаты Сейчас эта композиция смотрится неплохо, но некоторые кусты петунии, а в частности, опять же, опера белая Заболела и кустики пора уже убирать Обратите внимание, и на перилах петуния цветет не так обильно, как на полном солнце Ну, вот, к примеру, петуния возле моей прихожей Здесь полное солнце, и посмотрите, какое обильное цветение Пышные шапочки, это изи сильвер В принципе, петуния очень понравилась, но не все кусты ведут себя так, как вот этот вот Вот здесь очень красивый вазончик из вегетативной махровой петунии Тумбелина Белинда и Тумбелина Пресцила Очень красивая сама форма цветочка И мне нравится, что нет вот такой вот обильной шапки цветения, что видно зеленую листву Тем самым увеличивается ценность отдельно каждого цветочка Я вам говорила, что это два майских черенка, и вот к августу месяцу наросла вот такая аккуратная шапочка Вот так вот сейчас выглядит микс из калибрухуа синей и сиреневой Здесь у меня вообще подсажена бакопа вегетативная Но соседство не из самых лучших Бакопу лучше вообще ни с чем не сочетать и высаживать ее в монопосадках Потому что она ведет себя достаточно агрессивно Вот этот вот микс превратился уже не в микс, а в монопосадку батата Посмотрите, как шикарно разросся салатовый батат и будроплющелистная Здесь еще были подсажены растения и калибрухуа желтая, и вот немезия Но немезия еще как-то виднеется, а калибрухуа совсем там затерялась под шапкой батата Все время люблю вам подходить и показывать вот это замечательное растение, будроплющелистную Как она красиво шелестит в руках, как она красиво дополняет цветочные композиции И создает такие длинные вертикали Вот мои бетонные корзины с петхуа карамель еллоу и петхуа ванилой Выглядят неплохо, даже при том, что петунии эти кустовые Но они как-то смогли сами по себе прикрыть эту распавшуюся макушечку И сдалека выглядит очень даже неплохо Немного получше стала выглядеть опера лимон И почему я вам расскажу в видео о сортах петунии Здесь у меня вот такие красивые подвесы Опять же с моей любимой бутрой плющелистной и оперой блю Здесь одно растение объедает другое И на следующий год, конечно, с петунией такие растения я высаживать не буду Хотя в самом начале это выглядит очень красиво Шапка цветов из петунии, а внизу вот такой вот каскад из зеленых лиан Но я вижу сейчас, что именно будра плющелистная объедает бедную петунию Она и не наращивает большую вегетативную массу, да и цветет не очень-то обильно Вот так вот сейчас выглядят миксы на окнах Не все растения развиваются так, как я бы хотела Но об этом будет отдельное видео, скажем так, о растениях-штрафниках Которые я на следующий год вообще выращивать больше не хочу Ну вот так вот выглядит параллельный ящичек Здесь плектрантус нарос намного лучше, чем вот в этом ящичке Не знаю, с чем это связано В общем, если вот так отойти подальше, выглядит это вот так Очень мне нравится, как себя чувствует вуэйв кармин и велюр Вот в этих подвесах Здесь всего 8 литров Но цветет она намного обильнее, чем та, которая посажена в 12 литров Просто там, где в 12 литров я дополнительное удобрение больше не подсыпала А здесь подсыпала 2 раза Но поскольку объем кашпо очень маленький Поливать приходится очень часто и вымывается отсюда питание намного быстрее Вот такие шикарные шарики Очень-очень она мне здесь в этом году нравится Ну вот так вот выглядит мой новый проект с лавочкой и аркой Не совсем удалось завить ее бататом То есть сейчас уже близится конец августа И батат не терпит понижения температур А в сентябре они уже могут случиться И батат будет выглядеть непрезентабельно То есть до конца не получилось добиться того, чего я хотела Поэтому на следующий год здесь будет тунбергия Посмотрим, как она справится с этой задачей Ну и перебор здесь немножко у меня с растениями Вот, но на сегодняшний день эти вазончики выглядят вот так Вот такая вот огромная коса наросла у батата пестро-листного Здесь красиво дополняет композицию коллизия Коллизия фиолетовая и белая пеларгония Пеларгония выращенная из семян Ну очень сорная, конечно Поэтому на следующий год, конечно, оставлять ее не буду Отправиться на компост Вот так сейчас выглядит мое петуниевое дерево В этом году я выполнила его из петунии опера Райсбери Айс Очень обильно сейчас цветет, но это вот самая солнечная сторона А вот если повернуться вправо И там, где солнышко достается ей чуть поменьше Обильность цветения сразу спадает Это опять же к вопросу об освещении для петунии А вот на заднем плане здесь совсем цветет она не так обильно, как с солнечной стороны Многие в этом году жалуются на цвет этой петунии Все отмечают, что она бледнее обычного Я почему-то это связывала с сильным палящим солнцем Но люди говорят, что даже в небольшом притенении она все равно имеет такой грязно-розовый цвет Но действительно, вот есть у меня один экземпляр, который окрашен меньше, чем, например, все остальные И я уже задумалась, надо ли оставлять черенок или все-таки купить семена В общем, буду еще пока думать Передвигаясь к своему длинному цветнику Здесь начинаю всегда обзор вот с этой гортензии Гортензия на быль Шапок было немного, они были крупные Все они как-то завалились И сейчас это просто какие-то зеленые кусты В общем-то, насчет ее пребывания в этом цветнике еще остаются вопросы Здесь долго на каждом растении я останавливаться не буду Я просто вам общим планом все покажу И расскажу о каких-то новостях Посмотрите, вот это, если вы не узнали Это Алису снова принцесс Который съела все-таки крестоцветная обложка Вы знаете, я обрабатывала шампунем от Блох для кошек и собак Но у меня кончился тот, который мне помогал И я купила новый С другим названием и с другим действующим веществом И бложка совершенно его не боится Поэтому сегодня поеду за шампунем, который мне помогал на 100% Я думаю, что все-таки я его спасу И он еще весь сентябрь подцветет Начинается вторая волна цветения роз И наконец-то мои фоксиевые деревца Которые были совсем молоденькими, маленькими Тоже начинают зацветать Сандай Фрайс Гортензия В этом году не слишком-то балует меня цветением Но она и молоденькая Ну вот где-то 4 шапочки будет И совсем не крупных А вот Гортензия Фантом меня порадовала Но я вам обязательно сейчас пробегусь и покажу в каком месте Вот посмотрите, молоденькие фоксиевые деревца Сорт Мачу-Пикчу Не устану ее хвалить Не устану ее рекомендовать Замечательная фоксия Особенно для жаркого климата Она просто не видит и не знает, что такое жара Вот здесь очень красивая вторая волна цветения Куст на роз очень большой Напомню, что у меня здесь высажена роза одного сорта По два куста в каждой секции Это роза Леонардо да Винчи Посмотрите, сколько цветочков И какие они красивые И по цвету, и по форме Ну вот та самая опять фоксия И в каждой секции В каждой секции эта фоксия будет повторяться Вот так вот здесь цветет тайдал Ред велюр Это единственный экземпляр Нигде больше он у меня не подсажен Ну вот передвигаюсь дальше И здесь уже виднеется Вегетативный бальзамин Махровый Уоллера Музыка Питунья Изи Вейф Ело И посмотрите, какой очередной красивый куст розы Леонардо да Винчи Здесь внизу хочу вам показать фоксию Принцесса Кая Более или менее начала зацветать Ну, конечно, девочка капризная Эту жару она переживала тяжело И вот только сейчас она начинает зацветать Вот здесь вот когда-то пропал тайдал Ну, но свято место пусто не бывает И здесь водрузился запасной вазон из Питунья Ну, вы посмотрите, какая это чудесная фоксия Она просто великолепна Она просто замечательна Уж если мне что-то нравится То это любовь навеки Потрясающе, просто потрясающая фоксия Какое обилие цветения Неустанно, неустанно, несмотря ни на жару, ни на ветер, ни на дождь Она цветет, цветет и цветет И у меня такое ощущение, что она будет неустанно цвести до самых морозов Здесь вегетативный бальзаменчик Бедненький, бедненький мой Алисум Снова принцесса Видите, весь съеденный, весь съеденный Лилейнички сортовые выпускают по одному цветочку И опять же, смотрите, какой шикарный кост розы Леонардо да Винчи Прямо вот такая полноценная вторая волна цветения Ну, здесь фоксиевые деревца вообще без комментариев И посмотрите, как она интересно цветет Гроздями Каскад Каскад на конце побега То есть не один, не два цветочка, не три Ну, штук 15, наверное, и здесь Вот так вот я сейчас присела, и посмотрите, сколько на ней веточек И сколько на ней цветов На каждой Просто такие ягоды Ну и самое живописное место Куда упал тюк сена Все-таки Тойка осталась живая Она просто очень сильно помялась Я ее подвязала Я думаю, что с ней все будет хорошо Конечно, калла пострадала очень сильно Но я ее не обрезаю, чтобы Ну, как я предполагаю Вызрела хорошо клубня луковица Не знаю, правильно ли я сделала или нет Но пусть листва лежит Как она полностью сама усохнет Потом уже отрежу Ну и на место погибшей петуни Встали, опять же, два запасных вазончика Благо у меня они были И поэтому, как говорится, есть чем заменить Ну и дальше опять моя фаворитка Мачу-Пикчу Я не знаю, какие еще слова подобрать Чтобы выразить всю свою любовь К этому сорту фуксии Остается только ее вам показывать И еще сто раз вам повторить Приобретайте этот сорт, если есть у вас возможность Ну и еще хочу вам показать Два моих достояния, так скажем Вот эти два куста бальзамина То есть все бальзамины одного сорта Все, что я вам сейчас показывала Но это было выращено где-то с начала марта То есть это была полноценная рассада И посмотрите, какой большой куст нарос И как он обильно цветет Вот эти небольшие кустики Я высаживала прям просто укорененными черенками в воде То есть у них не было развитой корневой системы Поэтому сейчас они только-только набирают вегетативную массу Ну и передвигаясь дальше Покажу вам мои остаточки рассады фуксии Вот так вот они тоже здесь уже неплохо зацвели Все-таки ночи прохладные И поэтому у них, видимо, есть силы заложить бутоны И начать цветение Ну а потом они чувствуют, что близится осень И пора бы, пора бы уже хорошо цвести Ну как вам вот такая вот фуксия? Фуксия-бомбочка Вот так вот оторвался у меня цветочек Хотела вам показать, какого он размера Давайте его просто сравним, например, с патио принцесс Вот это вот патио принцесс Моя любимая фуксия, неприхотливая А вот это вот Сноубернар Да, цветок просто впечатляет Очень впечатляет Но их 2-3 А здесь их 23 Там есть еще один такой же толстыш Но все они смотрят внутрь куста И абсолютно не видно никакой красоты Поэтому фуксии я люблю поднимать на штамбы И вот есть у меня еще вот такой вот сорт фуксии Это из серии Трифила Название я ее не запомнила Но вот такая вот красавица у меня живет в этом году в саду Вот так вот показываю общий план цветничка Все здесь цветет Все еще пока очень радует Но близится-близится уже осень Ну и немножко покажу вам цветение пеларгонии и ботата На окнах перед домом Я не скажу, что я в восторге от цветения Включились на пеларгонии Но вот моей маме очень понравилось Она говорит, что именно потому, что она так необильно здесь цветет Ей это очень понравилось Вот так вот нарастает розочка Амадеус То есть хороший прирост она дала в этом году Это были такие маленькие-маленькие кустики Посмотрите, какие плеть уже нарастила Каждый куст потрудился Нарастил в этом году зеленую массу Которую я осенью буду сохранять И на следующий год это уже будет более-менее полноценное цветение Вот в этом цветничке, который у меня в природном стиле Все хорошо, все цветет Мои многолетники из семян Меня очень и очень радуют Это кориопсис и шалфей Тысячелистник махровый Пенисетун Вы посмотрите, какой шикарный пенисетун Ну и конечно гортензия фантом Эта малышка была пересажена осенью на новое место То есть она в позапрошлом году была куплена А в прошлом году осенью была пересажена на это новое место Я считаю, для молодого растения Цветение очень обильное и качественное Вот здесь у меня два вазончика с красной разубудной пеларгонией Бесполезно приближать к красным цветам Потому что все равно цвет размывается И невозможно его нормально посмотреть через камеру На эти цветы нужно любоваться только вживую Здесь дальше повторяется такая же половинка миксбордера Из тех же самых растений Вы посмотрите, как красиво набирает силу отчиток видны Я очень люблю это растение, просто безумно Мне нравится, что оно всегда декоративно Начиная с ранней весны Шалфей я уже подстылила И вот сейчас идет вторая волна цветения Кориопсис тоже регулярно отщипывает светшие бутоны Очень советую всем, кому нужен желтый оттенок в цветниках из многолетников Кроме того, растение цветет непрерывно весь сезон То же самое могу сказать и про шалфей дубравны Это великолепное растение для цветников из многолетников Радует также весь сезон Дарит цветникам вот такой вот глубокий синий цвет Поэтому обязательно-обязательно его надо у себя в садах выращивать Ну вот еще немножко пройдусь по вот этому плану Сама люблю здесь гулять Мне очень нравится вот эта арочка Мне нравятся эти подвесы Когда здесь дом обошьется Будет очень красиво и уютно Надеюсь, вы не сильно утомились прогулкой На сегодня это все Благодарю вас за просмотр Всего вам самого-самого доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok